физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель сегодня довольно таки интересный ролик это ролик обзор на ролик который вы могли видеть на канале у дмитрия головинского где андрей замятин рассказывает о механическом напряжении я посмотрел этот ролик и настоятельно рекомендую вам перед тем как смотреть мой ролик посмотреть ролик на канале дмитрия чтобы вы понимали вообще суть сегодняшней дискуссии пока что мы общаемся вот так на расстоянии но может быть как-нибудь с андреем замятиным степан в очередной раз встретиться у меня или у дмитрия на канале и мы более подробно подискутируем на эту довольно таки интересную тему чем же вопрос дело в том что а сразу скажу я уважаю и дмитрия и андрея дело в том что я посмотрев ролик и послушав о чем говорит андрей замятин не совсем согласен и попросил степана прокомментировать это с точки зрения современной науки так как степан имеет больший доступ и общается с большим количеством современных людей кто разбирается в этом нежели андрей не потому что андрей примеру хуже или лучше а дело в том что степан просто живет здесь и знает очень многих людей лично степан кто не знает это доктор профессор он преподает физическую культуру диетологию в кайзер юниверсити в одном из лучших университетах флориды также степан почти 10 лет был главным тренером american top team кто не знает это лучшая школа по подготовке бойцов посмотрите на последних соревнованиях в основном выигрывают бойцы этой школы степан готовит по физической культуре физической подготовки людей с разного вида спорта от партнера шумахера его детей готовит в картинге для формулы 1 они живут здесь во флориде дом до баскетболистов и даже вейкбордистов кто бы чем не занимался всем нужна хорошая физуха мы все это знаем а физическая подготовка это все-таки наука давайте послушаем о чем говорит степан друзья хорошие новости вы постоянно спрашивали меня где и как можно приобрести одежду с логотипами хэви метал джим теперь у вас есть такая возможность на сайте майки . ру вы сможете найти то что искали и теперь можно ходить тренироваться в майках футболках худи с логотипом любимого канала заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд его сам и бомба я хочу перед тем чтобы у нас не время не будет механическая очень давно давай механическое напряжение ты посмотрел ролик что я тебе скинул вообще скажи сначала степан он ролик он имеет место быть там или там все не смотри неправильно вот спросили наш студент тоже отправил мне ты хотел чтобы я комментировал я смотрел видео есть хорошая информация в видео есть формация которая не не совсем посмотрели детали окей можно так сказать видео не 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 совсем плохой но есть информация которая не не объяснили и как я хочу объясниться с помощью всегда следований потому что мы я могу просто болтать будь я не болтаю мы болтаем это не хорошо а мы как делаем мы хотим показать что наука скажет плюс наша практика и что наука сказала любыми брэд шойнфилд которые они всем нравятся и мета анализ от конце 18 года меньше год назад очень хороший я читал длинный следований да 30 страниц как готовались да ребята говорит голова такая ну все что брэд шойнфилд плюс четыре специалиста они из из ингленд очень большое было публиковано Journal of Applied Physiology, хороший журнал. И так, сказали, что даже, что наш этот коллега, можно так сказать, либо специалист сказал, что когда они сделали это тестирование у животных, по-моему, у крыс, даже они это здесь говорят. Существует, поэтому сказал, это правильно, о чем сказал, но здесь они говорят, что нельзя это связаться с нами, мы отвечаем чуть-чуть по-другому. То есть намаз это не говорит о том, что у человека механическое напряжение будет называть рост без гормонов. Да, это не означает, это не я говорю, это все. Да, люди, которые они любят, сказали, что нельзя это. Потому что, наверное, кто-то уже спросил их то же самое. Это спора. Но я все-таки слушал тоже внимательно, и Замятин Андреев, который рассказывал про это, он правильно сказал, что, как я понял его слов, что это звенья как бы одной цепи. Нельзя рассматривать, наверное, механическое напряжение отдельно от биохимических факторов, да? И биохимические факторы тоже же, наверное, без этого механического напряжения рассматривать нельзя. Правильно? Правильно. Правильно, Стефа? Идти, иди. Супер, да, ты все сказал. Ага. Вот, давай дальше. И что они смотрели, что механическая нагрузка, как он говорит, механическое напряжение. Вот. Механическое напряжение действительно помогает, помогает механическое напряжение. Но это не единственный вариант. И чем больше механический напряжение, сколько по весу сказал, что что надо было? Он сказал в проценты. Сколько процентов он сказал? А он не говорил вес от одного разного максимума? 70-80, это что-то слышно. Да, но это были проценты от максимального усилия, не от веса. Не от веса, который ты можешь один раз пожать. Он это правильно сказал. Помнишь, у Силуянова же тоже есть то ли дело, сколько ты выдаешь напряжение, сам концентрируешься. Это разное, сколько ты можешь делать один разный максимум. Они смотрели, смотри как интересно, люди, это мета-анализ большой, огромный, и смотрели люди, от 20 лет, плюс-минус, это значит, нет, 24, плюс-минус 6, это от 18, как я сказал, после пубертатного периода, когда уже начинают гипотрофию, до 75 лет смотрели. Читали все исследования, которые от 18 до 75, чтобы можно быть к другому. И видели, что напряжение, если мы говорим теперь, чтобы конкретно от процента от повторного максимума, 90 процентов, большинство, это который максимум, предель, который помогает на стимулус гипертрофии, именно теперь для гипертрофии, больше не помогает на гипертрофию. Почему? Потому что не будет других факторов, которые Силуонов говорил. Помнишь, если ты сделал только один повтор максимум, это максимум, который ты сможешь, но это так коротко, который нет гормона, теперь мы как специалист, как ученые, мы должны сделать связи. Ага, видишь, исследование не можешь объяснить, почему больше 90 процентов не увеличивая гипертрофию достаточно хорошо. Видишь, как уже идет поворот, о чем они говорят. Должна быть механическая сила, но это не только. И знаешь, как минимум, чтобы уже получить эффект? Двадцать процентов, двадцать процентов. То есть используешь 20 процентов, ты уже будешь получать результат? Конечно, если спортсмен будет побольше, как бы сказать. Они смотрели очень много следований в районе от восемнадцати до семьдесят пяти. Это означает, что диапазон очень большой, но если человек уже без уровня подготовленности, больше двадцать процентов от его повторный максимум уже достаточно от разового максимума. А, от разового максимума. Но, конечно, если человек без опыта, допустим, он увеличит только сорок килограмм, да, нажим лёжа. Двадцать процентов, это будет что? Десять процентов будет четыре, восемь килограмм. Даже штангу он не понимает. Маленькую штангу. Для этого парня уже достаточно. Можно быть старой женщиной. Это уже достаточно, видишь? Не надо такой большой. Да, да. То есть, правильно я понимаю, что ошибка Замятина, что он считает, что только механическое напряжение вызывает гипертрофию. То есть, само по себе механическое напряжение без факторов, о которых говорил Сергей. Да, он ошибался. Потому что крысы нельзя сравнивать. Существует, но это один из моментов. И криза отвечает чуть-чуть по-другому, чем мы. И это следование, даже они, я не читал это следование по крысам, но они читали, Брэд Шойнфилд, и сказали, что как они сделали, что этого не можно связаться с нами. И была какая-то ошибка там. По-другому отвечаем, окей? Один. Ещё дальше, идём дальше. Как сказал, три страницы. Смотрели, что существует, и как Силуэнов сказал, это очень хорошо здесь. В ньютонах тип-один и тип-два, они немного отвечают, сколько усилий они могут воздействовать. И они смотрели, что примерно 530 микроньютон, каждая фибра, и быстро сокращаются 50-549. Получается примерно 10-15% больше. Тогда для людей, которые не делают максимальных усилий, как не тяжелый атлетик, например, окислительный мышечный волокон, они достаточно на практически все наши действия. Поэтому он так много вынимает дело на окислительное, именно для нескольких спортсменов, которые не на максимум работу, но на субмаксимум. Окей? Тоже, тоже хорошо здесь смотреть. Дальше. Они сказали, что существует диапазон, который более оптимально для гипертрофии тогда. И видели, что для максимальной силы примерно 75-8% до 90%. Для гипертрофии получило 60-90% большинство следований. Но затем надо знать, что здесь они не конкретно смотрели только partial range of motion, это изотом коксилуянов. Но они смотрели, что следований, которые использовали 30% от максимума. И до утомлений, они сделали 30%, но до утомлений тоже сделал гипертрофию в такой-то район. Тогда поменьше. Но затем надо очень много повторений, потому что будет 30. Время. Уходит очень больше времени. По-моему, Замячин про это говорил. Головинский его спросил, можно ли с меньшим весом. Целый день, да. Целый день, чтобы достичь. Окей. Ну, тогда... Ну, смешно, да. И они дальше, потому что здесь очень долго. Но надо, конечно... И даже они говорят о том, что важно, есть сочетание с питанием, правильным питанием. Есть сочетание с отдыхом. Чем больше, тем больше нагрузка, больше время отдыха. И они говорят, что большинство следований получило больше эффектов, чем больше 2 минуты отдыха. Когда вес достаточно большой. Как в силуэн, на гликолитическом ходе, чтобы мы отдыхали 5 минут. 5-10, видишь? И они подтвердили, что больше 2 минуты получило больше эффектов, чем люди, которые работали с низким отдыхом. Потому что иногда в гипертрофии они только коротко-коротко-коротко, знаешь? Коротко-коротко. В бодибилдинге любят пампиться, да? То есть, сделал чуть-чуть отдохнуть, прям 30 секунд и сразу другое. Но тогда надо, как мы рекомендуем, половина от свой максимум. Что делать по научному? Тестировать свой максимум. Работать 50% и меньше. И сделать изотон будет больше эффектов. Потому что не надо такое многое количество повторений. Если нет, можно 30% динамически. Но тогда будет 50% повторений. Это будет, как парень есть видео, много повторений. Это не хорошо. Ты будешь 2 часа в клуб, чтобы сделать тот же самый эффект. Потерять время. Окей? Все. Егор, хочу последний, чтобы она не пропала. Еще один. Последний, Степан. Вот там еще. Чтобы закончить с этим роликом, Замятина с Головинским. Головинский специально, вот мне понравилось, в конце уточнил. А Замятин сказал, что есть исследования, которые говорят, что нет гормоновыбрасывающих упражнений. То есть, понимаешь, да, что нет исследований, что выделяются гормоны от приседаний, к примеру, от изоляции. Сразу скажу, это неправильно. Сразу скажу, это неправильно. Расскажи. Тем более ты говорил, что есть исследования, ты показывал мне, да? На следующий стрим я говорю только об этом и покажу исследования. Все. Ребята. Хорошо. Будем на связи. Отлично. Был хороший стрим. Спасибо большое. Еще дополнительно можно в нашу группу. Кто не знает, у нас есть обучение. И все по науке, по практике. Мы сделаем все, что вам надо, чтобы сделали хорошее. И самое главное, без травм. Чтобы получили эффект без травм. Окей? Давай, дружок. Давай, пока-пока. Здоровья всем. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно. Вы услышали разные точки зрения. Каждый человек преподносит и Андрей, и Стефан разную информацию. И черпает ее из научных источников. Но, как мне кажется, у Стефана все-таки больший научный подход. Больший научный доступ к этой информации. Это не ущемляет всех заслуг Андрея. Он все-таки большой практик. И огромное уважение ему за его знания. Общаясь с ним, постоянно узнаешь что-то новое. И начинаешь изучать что-то новое. А таких людей нужно уважать, ценить. Андрей, спасибо тебе за это. И, как вы видите, в чем я думал, в том, в принципе, Андрей и ошибается. Со слов Стефана и с моего личного субъективного мнения. Это, во-первых, есть гормоновыбрасывающие упражнения. И есть информация, есть исследования, подтверждающие это. Есть исследования, которые говорят о том, что базовое упражнение лучше будет воздействовать на мышцы, нежели изолированное. Есть исследования, которые говорят о том, что нельзя сравнивать крыс и людей. Это не одно и то же. И, как мы видим, друзья, механическое напряжение, оно не первопричина. Но, на мой взгляд, это звенья одной цепи. И давайте подумаем, что изменилось в наших тренировках, в большинстве тех, кто тренируется. Когда мы, к примеру, верили в теорию Виктора Николаевича Силуянова. И вдруг теперь мы узнали, что якобы механическое напряжение первично. Да, в принципе, ничего. На самом деле не может быть одного без другого. Потому что любое механическое, физическое действие вызывает, естественно, химическую, биохимическую реакцию. Чтобы запустить какую-то реакцию, да, нужно механическое действие. Но разве без химических реакций будет происходить какое-то либо физическое действие? Тоже нет. Поэтому, друзья, жду ваши решения, ваши рассуждения, суждения, мнения в комментарии. Желательно, если они будут подтверждены какими-то аргументами. Давайте подискутируем и, возможно, снимем какой-нибудь еще совместный ролик. Если вам это будет интересно. Если это будет интересно Стефану и Андрею. Увидимся уже очень и очень скоро. Друзья, очень часто вы спрашиваете меня, какую гармошку я использую. И что могу посоветовать и порекомендовать вам. Несмотря на то, что я живу в Штатах, я пользуюсь российским производителем маркой Ростропин. На мой взгляд, это самый лучший на постсоветском пространстве продукт. Играете на этой гармошке и вы не прогадаете. Цена, качество точно лучше. Это очень высокая степень очистки и, соответственно, сохранения вашего здоровья и более продолжительного действия на наш организм. Сделав заказ на сайте rostropin.com, вы получите заказ в любую точку планеты. Тренируясь грамотно и с умом, вы обязательно достигнете хороших результатов. Проверено на себе. Заходите на сайт Ростропин и заказывайте лучшую гармошку.